Русские новости 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 Потому что фальсификации могут быть как в ту, так и в другую сторону. Они могут из обезьяны сделать президента Российской Федерации и ей управлять. Вот такая обезьянка под кодовым названием Ельцин-2 сейчас запущена. Если этот не справится с тем, чтобы подавить народный протест, значит народный протест будет возглавлен манипулируемым совершенно несамостоятельным человеком. В этом мы не должны участвовать. Мы не должны получать такие штрафы по 10 тысяч рублей за нарушение правил проведения общественных акций, за неподчинение полиции. Все, вот тут вот судья надо запомнить, этот судью, который штамповками занимается противозаконных решений и приобщением к делу заведомо фальшивых протоколов. Татьяна Москаленко, кажется уже эту фигуру я помню по замоскворецкому суду, сейчас это в Тверском суде существо, свою деятельность продолжает. Вот передо мной копия заштампованного протокола, административного протокола, все они распечатаны были заранее. И прямо здесь вот любой человек, который там мимо шел, он попадает под вот такой протокол, который вот их там сотнями пораспечатали и только вписали фамилиями отчества. И гражданина, которого задерживали, и фамилия того, кто якобы задерживал. Это, конечно, тоже вранье, там кто бы не задерживал, важно только подписать и все. То есть судья будет верить, ну, конечно, если взять за грудки и поставить перед таким очень жестким вопросом, они, конечно, признаются, что все это вранье. Они знают точнее, что это все вранье. Но, тем не менее, они действуют так, как действуют. Они фальсифицируют административные дела, потому что им так приказано. И признают вот такие протоколы, которые я сейчас быстренько зачитаю, за достоверные документы. Докладываю вам, что 26 марта, примерно в 16 часов 00 минут по адресу Москва, Тверская, 19, заранее уже все это было распечатано, запечатано, был задержан такой-то, такой-то, такого-то года рождения в составе группы граждан в количестве 8 тысяч человек. Не правда ли? Абсурд. Трудно понять, что это задержан в составе в количестве 8 тысяч человек. Безграмотность тут, но она как будто специально введена. Являясь участником публичного мероприятия, несогласованного с органами исполнительной власти в лице правительства города Москвы, префектуры ЦАО города Москвы, проходившего в форме шествия от площади Тверская застава, дом 1, до улицы Охотный ряд, гражданин такой-то по адресу Москва, Тверская, 19, идя по улице, выкрикил лозунги «Путин вор! Позор! Россия будет свободной! Это наш город!» вышел на проезжую часть, создавая помеху для беспрепятственного движения личных транспортных средств жителей Москвы, а также создал помеху беспрепятственному проезду общественного транспорта по Тверской улице города Москвы. На неоднократные требования сотрудников полиции прекратить данное мероприятие не реагировал, продолжал привлекать внимание граждан, размахивая руками, цепляясь за других участников шествия, упирался ногами в асфальт, громко кричал, тем самым нарушил федеральный закон о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, пикетированиях, и федеральный закон о внесении изменений в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях, и федеральный закон о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. Ну, надо сказать, что ничего здесь нет из того, что могло бы доказывать, то есть никаких материалов нет, которые бы доказывали, что написанное в протоколе действительно имело место. Но не было никакого шествия, все это прекрасно знают, если люди где-то и шли, то они шли там, где обычные ходят по тротуарам. Конечно, они ничего не выкрикивали, эти лозунги были придуманы заранее, то есть они думали, что люди будут идти по Тверской и кричать. Люди не шли по Тверской, не кричали, они просто там вышли, кто на Белорусском вокзале, кто на Пушкинской площади, и создали некое аномальное количество прогуливающихся. Вот это очень не понравилось, и заранее заготовленные специальные средства, и специальные части подавили в зародыше это вольномыслие, что якобы можно пройти, где-то прогуляться, если в этом месте была назначена какая-то акция, акция не состоялась, но если вы там гуляете, вы нарушитель, и получите то ли 11 тысяч штрафа, то ли арест от 5 до 12, даже 25 суток. Ну, хотелось бы сказать, но не надо быть дураками. Если вы хотите развлекаться вот таким образом, терять деньги, бодаться с полицией, ну, с картишки у дороги, пожалуйста, используйте все возможности, проводите так называемый день мента, им это же очень нравится. Они, конечно, боятся, они боятся, что они попадают там в видеокамеры, как-то они учтены как участники незаконных действий, исполнители незаконных приказов. Тем не менее, для них это все-таки разминка, исполнение приказа, за исполнение приказа им платят деньги. То есть они за деньги упражняются в том, что им приказывают делать власти. А вы им создаете эти возможности для заработка. И совершенно безрезультатные. Ну да, конечно, прорывает вот эта ненависть, но никакой конструктивной программы нет. Мы все ненавидим коррупцию и коррупционеров. Мы знаем, что все правительство, вся администрация президента, весь этот олигархат, он занят только тем, что грабит нашу страну. Ну так надо структурироваться в политические какие-то формирования, которые будут добиваться смены политического режима. Не выходить и там что-то пищать своими тонкими голосками, а формировать программу, сплачивать людей, чтобы их было больше, чтобы они выходили синхронно. Синхронно не потому, что олигархи профинансировали Навального, и им почему-то это выгодно, и они выступают против так называемого Димона. Вот Димона надо сместить и заменить его кем-то еще. Ну, например, Грефом. Почему бы Грефу Зурабовичу Кудрину не профинансировать Навального для того, чтобы вот так слегка качнуть ситуацию? Ну, в общем-то, Навальный не отсигнализирует, вы же и не выйдете. И все, на этом все закончится, как и было. Закончились в 2012 году все волнения, и вы затихли, и в течение пятилетки полная тишина. Ну, сейчас дали команду, вы вышли. А политических структур нет, нет взаимной ответственности между тем, кто призывает выходить, выступать, чего-то требовать, и теми, кто выходит. То есть нет никакой политической структуры, нет никакой политической программы. Говорить о том, что мы против коррупции, это просто банальность. Я понимаю молодых людей, которые никогда в общественных акциях не участвовали, никогда политикой не интересовались, не знают, какие есть политические структуры, когда, где, какие волнения происходили, кого задерживали, как вести себя в суде, как вести себя при задержании. Для них все это новизна. Для них ничего не было до этого. История началась только с момента, когда они услышали что-то там от Навального и побежали на площадь. Вышли на площадь, их задержали. Вот у них история такая бурная. Они считают, что это подвиг, которого, наверное, не видывала еще русская история. Но это смешно, конечно, люди потихонечку как-то опыта наберутся и о своей наивности получат информацию рано или поздно. Ну или если не успеют, то тогда Гапоновщина будет продолжаться, и Навальный поможет Путину стать президентом. Нам это понятно. Ну, к другим новостям, я считаю, что на самом деле ключевая новость это проведение секции на Московском экономическом форуме, которую возглавлял Юрий Болдырев. И он там устроил обсуждение социально-экономической программы или платформы, тезисов платформы для будущего народного правительства и народного кандидата в президенты, который как раз и должен свалить вот эту путинщину и уничтожить олигархат и поставить под контроль деятельность бюрократического аппарата. Вот это было действительно интересно, когда разные силы, в общем-то, все национал-патриоты, кто был в состоянии, пришли и заполнили аудиторию. Ну, там она была, наверное, на сто человек, люди стояли в проходах. Большего нам не дали, потому что, ну, кто же даст в МГУ, в Государственном университете проводить какую-то акцию, которая, ну, хотя бы намеком нацелена на то, чтобы кардинально изменить ситуацию и отстранить варью от власти. Конечно, это было каким-то очень скромным мероприятием по масштабам, даже не было звукоусиливающего микрофона, и было довольно тяжело говорить настолько громко, чтобы сквозь естественный шум, этот фон, который возникает в таких аудиториях, докричаться. Не было возможности, например, распечатать тот проект, который был, поэтому его приходилось оглашать. Все уложилось всего-то навсего в полтора часа. Поэтому, конечно, некоторые люди обиделись, там Степан Сулакшин буквально там раздраженно сказал, что ему предоставили всего полторы минуты, хотя он и попросил всего полторы минуты, что ему не дают высказаться, что никакого бедения нет. Хлопнул дверь и ушел. Но остальные остались, и, в общем-то, две полярные силы, которые не собираются объединяться, оценили тезисы Болдырева позитивно. Какие-то дополнения и редакционную правку все готовы вносить, все собравшиеся, не только те, кто сидел в президиуме. На левом краю сидел представитель КПРФ из руководства КПРФ, на крайне правом краю сидел. Я представляю русских националистов и монархистов. И мы, не собираясь уступать своих позиций, которые нас разъединяют самым кардинальным образом, в области социальной политики, так же, как вот в парламенте происходит. Ну, если вы помните, была фракция Родина, была фракция КПРФ. Фракция Родина вносила националистические проекты, они проваливались коммунистами. Коммунисты вносили свои ультракрасные проекты, они проваливались всеми, в том числе и Родиной. Но во многих вопросах, именно социально-экономических, две фракции, абсолютно несоединимые и сидевшие в разных концах зала пленарных заседаний, голосовали синхронно. Вот в таком же духе синхронно оценивались определенные пункты, которые вынес на обсуждение Юрий Болдырев. Я считаю, что этот процесс очень позитивный, потому что, конечно, невозможно выдвинуть партийного кандидата, который составил бы серьезную конкуренцию. Если выдвинут коммунисты Зюганова, он провалится на выборах однозначно. Если кого угодно другого выдвинут из КПРФ, он наберет еще меньше голосов. Но если КПРФ поддержит надпартийного, внепартийного кандидата, со своей платформой и со своей командой, которые готовы будут заместить нынешнюю команду, это другой вопрос. Мы увидим, что этот лидер нас устраивает, эта команда в целом нас устраивает, программа нас устраивает. Мы, русские националисты, монархисты, представители настоящих правых, не либералов, конечно, сможем поддержать, даже несмотря на то, что коммунисты поддерживают. Мы с коммунистами никаких альянсов не собираемся проводить, потому что они считают, прямо говорят, что антисоветизм – это русофобия. А мы говорим, что коммунизм – это русофобия от самого начала. Поэтому между нами не может быть согласия. Мы хотим вытащить за ноги, спалить эту биомассу, которая лежит в Мавзолее. Они хотят восстановить главенство коммунистической партии в стране. Между нами пропасть. Мы так оцениваем большевиков, они противоположным образом. Мы считаем Российскую империю русским национальным государством. Мы многое хотели бы взять оттуда для того, чтобы восстановить государственное управление в России. Они этого ничего не хотят. Поэтому в области идеологии мы несовместимы. А вот поддержать с разных концов политического спектра над партийную команду – это дело благое и это единственный шанс легитимным порядком, без крови, без бунта, без развала, сместить олигархическую группировку, заменить ее народным правительством, народным кандидатом, который станет президентом, и начнет разруливать в том числе и идеологические противоречия. Ну, рано или поздно коммунизм должен в конце концов сдохнуть, и Красная площадь должна быть очищена от их некрополя. Красные звезды должны быть заменены на двуглавых орлов, и имперские технологии должны быть использованы для управления большим геополитическим пространством и воссоединения России. Ничего этого у коммунистов нет и быть не может. Поэтому мы надеемся при поддержке народного кандидата, народного президента, все-таки постепенно сместить центр тяжести общественного мнения в сторону русских национальных ценностей. Эта тактика до момента, пока коммунисты не предали. На вот этом заседании секции на Московском экономическом форуме генерал Ивашов как раз несколько слов сказал, очень горьких, что уже обманывали, уже обманывали под видом того, что у нас демократический централизм, все равно выдвинули Зюганова, все, выборы проиграли. Если у них снова будет демократический централизм, то они снова обманут, снова обманут, выдвинут не того, кто действительно может победить. Ну тогда мы об этом и скажем прямо, и голосовать тогда не нужно будет, и готовиться к голосованию не нужно. А пока, если у нас есть шанс выдвинуть какую-то альтернативу, если есть хоть какой-то шанс победить, тем более, что олигархия дестабилизировалась, Там разные группировки возникли, и вот по выступлениям навальнистов мы видим, что раскол в олигархической группировке уже есть. То есть вот начали использовать массовки для того, чтобы разрешить вот эти противоречия, кто же будет грабить страну. Ну, соответственно, этот раскол, он будет на руку национально-патриотическим силам. О других новостях постараемся конспективно. На Афоне в массовом порядке прекращается поминовение Константинопольского патриарха Варфоломея. Поводом для недовольства монахов стал экуменический курс Вселенского патриарха. В ближайшее время прекратить поминовение Вселенского патриарха могут и два афонских монастыря. Ну, нечто аналогичное происходило в прошлом году и в России по поводу экуменистических действий так называемого патриарха-самозванца Кирилла Гундяева, который пытался, ну, в общем-то, уже и втихомолку-то подложил русскую православную церковь под Папу Римского, но даже с ним встретился, чего не было в течение многих столетий. В общем-то, православному патриарху встречаться с ересиархом постыдно, просто после этого следовать должно низвержение Иссана. Не только статусу патриарха должен лишиться Кирилл Гундяев, но таково состояние московской патриархии, русской православной церкви, что они не могут пока свергнуть самозванцев. Но некоторые священники отказываются поминать патриарха Кирилла, который, конечно, никакой не патриарх, так же, как и Путин никакой не президент. Вот этих самозванцев, конечно, надо вычищать и из своих мозгов выбрасывать поклонение ложным кумирам. А это действительно ложный кумир. В церкви тоже все не так, все не так, как надо, и так же не так, как надо и в нашем государстве. Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с церковью и обществом Владимир Легойда прокомментировал решение горосберкома Санкт-Петербурга о проведении референдума о передаче Исаакиевского собора РПЦ. Считаю, что инициатива вынесения на референдум вопроса о передаче Исаакиевского собора Церкви является правовым нонсенсом, потому что это означало рассмотрение на таком референдуме вопроса о том, нужно или не нужно соблюдать федеральный закон о передаче религиозным организациям имущества религиозного значения. Между тем, статья 1.2 Федерального закона о передаче религиозным организациям имущества гласит следующее. Действие настоящего федерального закона не распространяется на имущество религиозного назначения, которое относится к музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации. Надо сказать, что весь этот скандал с Исаакиевским собором, конечно, выглядит крайне безобразно. Антирелигиозные и антиправославные силы его использовали, но и церковная бюрократия, она также антиправославная использовала этот повод для возбуждения розни между еще не воцерковленными русскими людьми и русскими православными людьми. Исаакиевский собор никогда не принадлежал московской патриархии сталинской выделке, потому что нынешняя патриархия создана Сталином в 1943 году. Никакого отношения к синодальному периоду истории русской православной церкви эта группировка не имеет. Все то, что захватила эта группировка, является собственностью православных верующих. Но здесь подход, который используется руководством московской патриархии, чисто олигархически идет захват собственности. От одних олигархов передают теперь собственность другим олигархам. Вот Исаакиевский собор был в распоряжении олигархии Санкт-Петербурга, а теперь передает этой олигархии другим олигархам. Ну, как-то вот содержать, видимо, хлопотно, давайте мы передадим. Но все это олигархические структуры. Не те, кто до сих пор владел Исаакиевским собором, не имеет на это владение ровным счетом никакого права. Не те, кто хочет владеть, не имеют никакого права на это. Исаакиевский собор принадлежал вообще-то не церковным структурам до революции, он принадлежал государству, это государственное имущество. Но поскольку Российская Федерация никак не продолжает Российскую империю, то это имущество фактически ворованное. Вот это ворованное имущество хотят передать другим ворам, которые присвоили себе статус русской православной церкви, не являясь таковой церквью и иерархией, которые там есть. Лучше бы рты свои закрыли и подумали бы о покаянии и о возвращении к тому статусу, который по закону тех времен имела Русская Православная Церковь до 1917 года. И подумали бы о том, как оправдать свои действия, может быть, вообще всем им надо уйти в монастырь, и там до конца своей жизни отмаливать грехи, а предоставить возможность кому-то другому распоряжаться и имуществом Русской Православной Церкви и выполнять другие необходимые функции для того, чтобы русское православие продолжало жить, а все имитационные формы были бы вычищены и ликвидированы. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. И вот эта евангельская истина должна быть руководством к действию любого иерарха, любого монаха, любого священника РПЦ и православного верующего. А то, что сейчас творится в Московской Патриархии, это полнейшее безобрание, с этим ассоциироваться невозможно, это люди уже глубоко неверующие и приступившие все евангельские истины, что бы они там ни говорили. Мы знаем еще и другую сторону. Отношение к материальным ценностям в свое время был громадный скандал о похищении музейных ценностей Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Теперь вот тоже Лефортовский суд Москвы санкционировал домашний арест на два месяца заместителю директора Эрмитажа Михаила Новикова, дозреваемому в мошенничестве в особо крупном размере. Все наши музеи, все это пойдет на продажу. Я думаю, что уже и идет тихо, мирно, молча, незаметно. Так же, как большевики продавали материальные ценности, так и эти подменяют подлинники в наших музеях и распродают в частные колецы тайным образом то, что принадлежит народу. В Эрмитаже это практиковалось самым широким образом, было разоблачено, но как-то это весь скандал затих, и учет, экспертиза того, что в Эрмитаже находится, сошла на нет. Зачем тратиться на это, когда воровское государство грабит национальное достояние, все это должно происходить в тишине. Вот я думаю, что и в данном случае все то, что происходит, продолжает происходить в Эрмитаже, тоже происходит тихо и втайне от общественного мнения. Плевать, конечно, на федеральный закон не только олигархам, но и местным региональным Назарбаем. Парламент Чечни внес дополнительную статью в законопроект об образовании республики, дающей учащимся школ право носить одежду или символику в соответствии с их традициями и религией. При этом в пресс-службе регионального законодательного органа подчеркнули, что данная статья не противоречит статье федерального закона об образовании в Российской Федерации. Против ношения хиджабов в школе выступает глава Министерства образования России Ольга Васильева. Запрет на ношение в школах религиозной одежды и головных уборов, в том числе и хиджабов, ранее признавался законным верховным судом России. Но чеченскому руководству наплевать. А российское руководство трусит, просто трусит. Потому что для того, чтобы раздавить бандитский анклав, нужно много сил, много воли, решительности. И нужно прижать тех олигархов, которые толпятся там вокруг Кремлевской администрации, вокруг правительства. А это требует кардинальных изменений во всей деятельности властных органов. Они этого не хотят, не могут. Поэтому должна прийти русская власть и должна, наконец-то, начать восстанавливать разумный образ жизни, который приемлем для подавляющего большинства граждан России, прежде всего для русских. А Кремль, господин Песков, пресс-секретарь, залебезил. Это, скорее всего, вопрос регуляторики. Нужно понять, можно ли это решать на федеральном уровне. Или здесь есть какая-то доля компетенции региональных властей в определении этой практики. Но какой-то единой позиции у Кремля в данном случае нет. Безусловно, Россия это многонациональная, многоконфессиональная страна. И президент неоднократно говорил о том, что силы России в нашей многоконфессиональности, многонациональности, бла-бла-бла-бла-бла. Но одновременно с этим Россия это светское государство, это зафиксировано в нашей Конституции. И вашим, и нашим. Балаболка просто на должности пресс-секретаря, которого почему-то все время цитируют, уважают. Русские журналисты даже, я думаю, на встречу с этим чудом ходить не должны. Судьям тоже наплевать. Судьям наплевать на закон. Точно так же, как и чеченскому руководству, и кремлевскому руководству. 28 марта в 11 часов Ленинский районный суд Перми начал рассмотрение по существу уголовного дела пермского журналиста Романа Юшкова. Напомним, что его обвинили по части 1-й 282-й русской статьи в связи с публикацией текста в интернете «Скажи чужаку слово нет», где журналист призывал отказаться от услуг кавказских магазинов. Нарушений в ходе следствия было множество. Следователь использует документы, полученные до возбуждения уголовного дела. Они, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, доказательствами быть не могут. Для придания юридической силы этим документам был допрошен сотрудник Центра противодействия экстремизма полковник Иванов, что недопустимо, согласно позиции Верховного суда Российской Федерации. Помимо этого, следственный комитет допросил двух представителей азербайджанской диаспоры, которые говорят о каком-то якобы им известном романе Юшкове, при этом им не демонстрировалась фотография, не было очных ставок. Такие доказательства никак не могут быть положены в основу обвинения. Так пишет адвокат. Сам подсудимый считает, что уголовное дело было возбуждено в связи с участием Юшкова в борьбе горожан с движением «Хаббат-Любавич», которому были выделены земли под застройку в центре города. При этом русскому центру в аналогичной просьбе отказали. Кстати, хотел попросить помощи у зрителей. Нашел тут в сети информацию о некоем декрете большевиков, декрета самой угнетаемой нации. Следов этого декрета в интернете не обнаруживается, хотя вроде бы три года назад такое упоминание о нем было. И этот декрет якобы был опубликован в журнале «Родина», такой исторический журнал был, еще в перестроечные времена. В этом декрете, как пишет один из авторов такой короткой записки, предусматривалось, что евреи имеют право поступать без конкурса в любые учебные заведения, заселяться в любое выбранное жилье с выселением живущих там людей и множество других необоснованных ничем льгот во всех областях жизни российского общества. Но самое любопытное в этом декрете Ленина, четвертом декрете, как его так называют, заключается в том, что всякий еврей, на которого хоть где-то кто-то косо посмотрел, должен сразу об этом донести, и малейшее проявление антисемитизма каралось согласно декрету наказанием вплоть до расстрела. Действительно известен факт ареста поэта Есенина и его друзей, которые в каком-то кабачке, разговаривая между собой, употребили слово «жид», и тут же кто-то из присутствующих недалече евреев донес, и чекисты арестовали всю эту группу, но потом, правда, выпустили. Но тем не менее, факт такого ареста – известное историческое событие. Вот если кто-то знает, где текст вот этого декрета о самой угнетенной нации, или это липа, или, может быть, это фантазия, я не допускаю, что и такое возможно, но очень любопытно знать, действительно был ли этот декрет, многое из того, что подобно вот таким установлением, конечно, скрыто от глаз, историкам не позволено это публиковать, но это было, это просачивается в разных исторических документах, и я надеюсь, что истина будет установлена. Следственный идиотизм. Москва проводит масштабное расследование и сбор следственных данных для большого процесса над украинскими военными преступниками. Не знал я об этом. Один из наших соратников написал заявление в прокуратуру с такими опасениями о том, что опасность развязывания войны с Украиной, действия разнообразных сил, которые подталкивают к этой войне. И ему ответили, сообщенные вами факты и опасения расследуются в рамках уголовного дела, номер такой-то. Я полюбопытствовал, что это за дело такое. Вместо того, чтобы объяснить человеку, что там-то и там-то такие-то действия произведены, ссылаются на дело номер такой-то. Я набрал номер дела в сети. Оказалось, что это именно процесс над уголовными военными преступниками. Начался этот процесс с дела Савченко, вот этой дамочки, которую здесь обработали, отправили туда в виде политика на Украину, чтобы там она продолжала какую-то свою деятельность. И вот это дело разрослось. Дело номер 12-837072, дробь 14. В нем на момент, когда писался какой-то очередной материал, было 68 тысяч свидетелей, 17 тысяч потерпевших и трое обвиняемых. В дальнейшем заочно были предъявлены обвинения чуть ли не всему украинскому генштабу. Московское городское отделение Красного Креста получило ответствие Следственного комитета, который сообщает, что заявление председателя этого комитета Трунова рассмотрено и Следственным комитетом возбуждено вот то самое дело, номер которого я произнес, по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 Уголовного кодекса применение запрещенных средств и методов ведения войны. По факту применение неустановленными военнослужащими Вооруженных сил Украины, вооруженными членами Национальной гвардии Украины и боевиками правого сектора запрещенных средств и методов ведения войны на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Это преступление карается лишением свободы на срок до 20 лет. Любопытно, что не знал о существовании этой статьи Уголовного кодекса, не обращал на нее внимания, но она как-то, как две капли воды, похожа на законодательство Соединенных Штатов. И Соединенные Штаты под подобным же предлогом вмешиваются в любые дела, в любых точках планеты. И здесь тоже российское руководство, оказывается, имеет возможность возбуждать уголовные дела на территории, которые она не считает своими, над которыми нет российского суверенитета. То есть, любое преступление, совершенное в любой точке планеты, как военное преступление, может быть расценено как военное преступление, и по нему может быть возбуждено уголовное дело в Российской Федерации. Это, конечно, бред сивой кобылы, правовой нонсенс. Тем не менее, вот такое дело существует, может быть, о нем не пишут, поскольку оно до полного абсурда довело ситуацию. Ну и предвыборные чистки президент Владимир Путин освободил Виктора Нилова от должности начальника ГИБДД, тем же указом уволил руководителя Следственного управления Следственного комитета по Чикотскому автономному округу, заместителя ФССП России, что такое федеральная служба чего-то там, начальника управления тылового обеспечения Государственной ферлигерской службы прокурора Новогородской области, первого заместителя главы Следственного управления по Кемеровской области, а также уполномоченного при Европейском суде по правам человека Георгия Матюшина. О причинах кадровых решений не сообщается, но мы понимаем, что для Путина весьма важно создать такой пул новых чиновников, которые обязаны лично ему своей карьерой, вот именно накануне выборов. И эти чиновники будут готовы продолжить преступную деятельность прежних чиновников с еще большим усердием. Но нам, соответственно, этим людям, назначенцам Путина, верить никогда нельзя, поскольку действительно их соучастие в преступлениях либо уже было, либо предусмотрено, и, скорее всего, неизбежно. Мы должны формировать свой пул, если не чиновников. Конечно, какие-то политические лидеры должны, в конце концов, войти в государственную власть, стать государственными служащими и заместить всех этих негодяев, которых Путин понабрал на всех кадровых помойках, которые только нашел. И вот деятельность Юрия Болдырева, я считаю, очень правильной, когда он пытается собрать некую группу, какую-то команду, контр-элиту, которая действительно способна управлять государством взамен тех чиновников, которых понабрал нынешний действующий режим. Кадровый дефицит у нас в русском движении всегда наблюдался именно потому, что в него были внедрены люди типа Навального, которые никакой ответственности не несли, не чувствовали, не желали заниматься этим вопросом, а желали только получать свой мелкий дешефт за организацию каких-то массовых акций, угроз в адрес власти, которые кем-то там спонсировались. И никакого интеллектуального потенциала практически русское движение не получило, или, точнее, люди с интеллектом просто были отторгнуты от русского движения с помощью вот этой нехитрой политтехнологии. Сейчас настало время все-таки собирать камни, и я приглашаю русских интеллектуалов, те, кто может писать здравые статьи, исследования, предлагать программы, к тому, чтобы участвовать в русском движении, участвовать в круглых столах, которые мы регулярно проводим, конференциях, участвовать в массовых акциях, где также же нам нужно, чтобы на трибуны выходили не просто ораторы, которые могут эмоционально зарядить толпу, такие у нас есть, слава Богу, но и носители интеллекта, носители знания, которым мы тоже будем создавать общественную известность, и их авторитет будет работать на общее дело, а общее дело будет поднимать их как специалистов в своей области и, возможно, как ведущих государственных служащих, которые придут взамен ныне действующим проходимцам, самозванцам и преступникам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова